Дорогие зрители, мы снова счастливы видеть Валентину Муренкову, бывшую монахиню, человека, который 17 лет в церкви православной, и Валентина ушла оттуда. И теперь она рассказывает нам и всему миру о жизни монастыря, о последствиях, об этих психотравмирующих последствиях, о манипуляциях сознанием, о том, что там происходит и от чего надо держаться всем подальше. Если вы хотите прожить счастливую жизнь, полную радостью, удовольствием, наслаждением, положительных эмоций и так далее. И Валентина начала писать книгу. Почти заканчиваю. Начала писать несколько месяцев тому назад, и вот уже скоро, как сказала Валентина, книга будет написана и издана в Эстонии, в Танине, будет презентация и так далее. И мы все с нетерпением ждем этого момента и желаем Валентине творческих успехов. И уже есть о чем поговорить. Давай, Валентина, поговорим на тему книги. Почему ты решила книгу написать? Для кого? И о чем эта книга будет? Ну вот, самое интересное, что я-то думала, что я ее пишу, в общем-то, для людей. Оказалось, что я ее пишу прежде всего для себя. И это оказалось таким мощнейшим оружием, орудием самотерапии, психотерапии, что я, честно говоря, не ожидала. Получилось так, что вот я начала по весне шатковалка, там чего-то записывать уже. А потом, когда я погрузилась в этот процесс, то я сейчас остановиться не могу. Но у меня так интересно получилось, что у меня переделался день. То есть днем я как-то не могу погрузиться туда. В основном я пишу по ночам. И вот по ночам происходит вот эта такая удивительная машина времени, когда я погружаюсь в то время, в то пространство. И вспоминая все до мельчайших подробностей. До цвета, запаха, ощущения там прохладного, теплого, горячего ветра или чего-нибудь еще. То есть полностью вот такой эффект погружения, такая прям машина времени ночная. А днем так не получается. Вот, и теперь я стала ночным ежиком. То есть до пяти утра у меня теперь рабочее время. Чтобы там не было утром, но вот так получилось. Вот. А Нареда Бальзак тоже писала по ночам? Ну хорошо, мы с Бальзаком пишем ночью. Вот, похоже. И... Он, кстати, можно сказать, что он писал такую энциклопедию человеческих... Отношений. ...характеров, да. А ты пишешь энциклопедию православной. Ну там разные люди встречались. Мы же не сразу стали православными. Вот. И получилось так, что... Ну, конечно, это книга любви. Я понимаю, как глупо писать книгу о любви, когда о ней давным-давно все сказано. Но я пишу, собственно говоря, об очень странной любви. О ее таких причудливых, необычных проявлениях. Потому что, ну да, вот вроде бы там сложно все. А тем не менее, это любовь. Вот. И еще, ну, как бы опыт такой. Потому что, ну... Как сказать? Хорошо, конечно, держаться подальше. Но... Те, у кого такого опыта нет, они, собственно говоря, беззащитны. Потому что в результате вот этого всего я осознаю, какой, собственно говоря, мощный духовный иммунитет я получила в результате. И готова им поделиться. Вот. Потому что мне встречались люди... Ну, как бы... Крючки есть у всех. Да? На всех. У каждого человека бывают минуты слабости. У каждого человека бывают горе, потери близких. Страх смерти, в конце концов. В болезни и так далее. И я в церкви встречала глубоко верующих. Ну, мало того, что этому подвержены все люди творческих профессий. Они, как правило, ну, более всего склонны к всяческим духовным манипуляциям над ними. Ну, я встречала и выдающихся ученых. И... Такого крупного чина военных. И чиновников высокого уровня. Вот. То есть... Что хочу сказать, что... Такое может случиться с каждым. И вот что интересно, во время моих этих таких ночных погружений в себя, в этой машине времени, я смогла вспомнить, собственно говоря, как я погружалась вот в пучину религиозного фанатизма, да? И как мое подсознание мне там предупреждало. Вот ты смотри, ты смотри, ты смотри, ты видишь что? Я его, так сказать, отключала, проводила над собой такие усилия, заглушала в себе голос разума. Но самое интересное, что когда, так сказать, я достигла дна, и потом началось уже мое всплытие, то вот эти вот маркеры, так сказать, подсознания моего, они мне помогли выграбкаться. Поэтому, ну, еще раз призываю всех, с кем, может быть, что-то подобное происходит, потому что такое бывает не только в религии, это бывает и в искусстве, и в науке, и где угодно. Такие вот самотречения, да? Они, как правило, очень не полезны. Вот. И стоит обращать внимание на сигналы судьбы, там, я не знаю, на какие-то внешние проявления. И внутренние, вот это внутреннее знание, оно у нас у всех есть. Вот этот внутренний голос, он, в принципе, нам всегда подсказывает, что нам делать. Ну, кто-то считает, что это голос Бога, кто-то считает, что это голос нашей души через подсознание, души из будущего, да, уже прошедший этот опыт. Ну, я не буду ни с кем спорить, думайте, как хотите, но, пожалуйста, прислушивайтесь к этому голосу, потому что он, как правило, уберегает. Вот, мне очень жаль, что я в свое время пренебрегла этим, но зато получила опыт. Вот, им готова поделиться. Вот, примерно так. Прекрасно, прекрасно. Я считаю, что это просто уникальное, вообще, уникальный проект, Валентина. И ты уникальнейший человек. И это история страны, это история России, конечно же. Это история ее оболванивания, ее погружения вот в этот мрак, в мракобесие, в прошлое. Мистификация, сознание. Которое пора бы отпустить уже, и жить здесь и сейчас. Ты, конечно, молодец, что ты обращаешься к подсознанию, интересуешься психологией. Ты говоришь, что это психотерапия для тебя, книга. А так и есть ведь на самом деле. И проговаривая все это, осознавая все это, ты, конечно, с этим прошлым расстаешься, отпускаешь его. И уже становишься сознательной личностью, стала уже ей. Ну вот, и избавляешься от ложных убеждений, установок, которые мешают тебе жить. И делали твою жизнь вот такой трагичной, предаточной, я бы сказал. То есть не самостоятельной. Становишься расходным материалом для идеи. Причем не твоей. Я понимаю писателей, художников, музыкантов, которые ради своей идеи идут на всяческие жертвы. В том числе здоровье, времени и так далее. Это можно понять. Человек выражает себя. А тут ты, собственно говоря, подчиняешь себя, свою жизнь идее, на которые тебе, собственно говоря, навязаны. И вот эта мифологизация сознания, мистификация и прочее, прочее, это, конечно, сложно. От этого избавляться. И все это очень далеко от реальной жизни. И, кстати говоря, очень мешает жить людям. И наслаждаться жизнью, получать удовольствие. Потому что они находятся в плену вот этих вот мифов. Мифов, да. Идеалов. И ради мифологии человек себя отказывает во всем. Я вот тут, кстати, размышляла на тему того, что вот, ну, если уж говорить в монастыре мужском и женском, то получается, что люди годами живут лишенные вообще каких бы то ни было приятных тактильных ощущений. Вот просто объясняю. Женщинам-монахиням категорически запрещается брать на руки детей. Своих внуков там, кого угодно. Особенно молодым монахиням, ну, там же воскресная школа, самое тяжкое послушание для сестер вот молодых, да, которые имеют высшее образование, там, могли бы преподавать в воскресной школе. Почему вот меня послали преподавать в воскресную школу? Потому что они, ну, девственницы, пришли в монастырь сразу после университета. Им категорически запрещалось брать на руки детей, потому что тут могут вспыхнуть просто материнские инстинкты. Раз, и все. И потом, что и делать с этим? А поскольку я попала в монастырь, когда у меня уже дочь была подростком, то, как бы, я знала, что делать с детьми, как вообще. Вот, поэтому меня отправили на послушание вести воскресную школу. Не благословляется даже кошек гладить. Вот, понимаете, что такой человек живет вот в такой тактильной пустыне, и что с ним потом бывает, какая у него психосоматика начинается. И когда их вдруг там, ну, все очень плохо со спиной, ну, естественно, там иногда чуть не сутками на ногах люди. А сначала службу стоят, потом послушание какие-то исполняют. Сутками находятся на ногах и отправляют их, например, там, к остоправу или еще. Ну, в общем, что с ними бывает, это же страшное дело. То есть человек попробуй тронь. И что там со спиной, что там с позвонками, что там вообще происходит. Да, искривления какие-то позвоночников бывают. Ну, и другие проблемы. Вот. То есть что, они не дают к себе прикоснуться, до себя дотронуться? А для них каждое прикосновение это просто, ну, во-первых, это страшное искушение, дикий стыд, и все в таком духе. Что такое монахине к гинекологу сходить? Это страшно, это просто страшно. Там их потом откачивать приходится, валерьянкой отпаивать, и все. А что делать? Вот как человек живет, у него проблемы есть, болезни есть. Вот. Вот такое вот. То есть это, в принципе, возвращение к каким-то, ну, дремучим, дремучим. То есть им проще реально, реально проще иногда умереть, вот, или уже оказаться на операционном столе, чем начинать лечиться. Не потому, что их там старцы не благословляют, старцы тоже не благословляют. Вообще считается, что монах, он не лечится, он только подлечивается. Вот так чуть-чуть подлечился, чтобы, ну, не сразу помер, да? Еще поработать мог немножко. Ну, вот. А потом уже, уже оказывается или на операционном столе, или, или предстает перед Богом. Уже в другом качестве. Вот так. То есть они что, и вот на медобследование не ходят, ни к зубному не ходят? Ходят, когда уже терпешки нет. Когда уже совсем терпешки нет, вот сколько он уже терпит. Ну, во-первых, я тоже пишу в книге, описываю этот эпизод. Это, кстати, не монастырский. Вот у меня так очень интересно сложилось. Вот. Вот мы вроде говорим о монастыре, как о такой квинтэссенции всего такого вот, духовных всяких тягот. Но у меня все получилось наоборот. У меня первые пять лет я была настолько в строгом духовном руководстве моего духовного отца, мирского священника, что последующий монастырь для меня стал духовным курортом. И так как мы там готовили свои души и готовились к концу света, объявленному там на 1987 год, вот так как мы к нему готовились пять лет, то монастырь потом, ну, я говорю, это отдых. Я смеюсь, что, в общем, первые пять лет с батюшкой для меня были, как это, зона строгого режима. А монастырь потом, это уже так. Это уже... Что значит первые пять лет с батюшкой? Нет, я объясняю. Я провела в церкви вообще, в духовном руководстве, под духовным руководством в церкви провела 17 лет. Из них пять лет были под руководством моего духовного отца, когда я находилась в миру, изучала службу, пела там и прочее, прочее, чем я так не занималась, в том числе иконописью. Вот, а потом уже я оказалась в монастыре, а так по сравнению вот со строгостями, которые были в общении нашего духовника, то, что потом было в монастыре, это был духовный курорт. А что это за строгости? Расскажи нам, пожалуйста. Ну... Что от тебя требовалось? Что? Ходить? Это совсем другая жизнь. Вот, как бы, если человек, находясь в миру, думает, что в монастыре там другая жизнь, то это даже по сравнению с монастырем получается, вот я говорю, гораздо жестче и строже. То есть мы... То есть это гулаг такой, да? Ну, да, ради чего ты на это идешь? Во-первых, мы знали, что конец света вот, и как бы времени осталось мало, надо спасаться, да? Спасать кто может, как может. Добровольный гулаг, добровольный концлагерь, да? Да. Вот. То есть ты себе... Ну, вот первый его такой самый мощный тезис был, от которого мне тяжелее всего избавиться. Вот борюсь с ним каждый день. Это такая была установка. Прежде всего он ее ставил для себя. Он ведь наравне с нами мучился. Вот. Он ставил для себя такую установку, и потом она, естественно, переходила на всех остальных, и, естественно, на наших детей. Это был основной тезис воспитания себя, детей. И вот это хочется, значит, нельзя. Вот все, что тебе хочется, тебе нельзя. Извините, ты в туалет даже не имеешь права бежать, потому что терпи. Это все бесы вселяют в тебя помыслы, они тебя отвлекают от молитвы. Хочешь есть – терпи. Вот когда уже совсем терпешки нет, тогда иди и ешь. Или по расписанию. Вот обед там, допустим. В три часа дня, вот до трех часов, вот тресни, хоть лопни, в три часа дня за послушание ты идешь есть. Ты не по своей воле идешь, а просто у тебя там время, да? Вот. Вот все, что тебе хочется, тебе нельзя. И чего же мне стоит? Вот у себя себя на лбу, вот тут вот изнутри, вот там вот где темно, вот над глазами, да? Я пишу себе огненными буквами «хочется, значит, можно». «Хочется, значит, нужно». Но дело в том, что после многих лет дрессировки своих эмоций, сознания и всего такого, всего, чего у меня есть внутри, всех моих желаний, то, как правило, эти желания добиваются на долгие годы, вообще любые. То есть я захожу в магазин, а мне ничего не хочется. Я себя заставляю хотеть чего-нибудь хотеть. Вот такая основа для моей глубокой, собственно говоря, депрессии. Ну вот да, до сих пор 10 лет я вне церкви, борюсь с этим, с этой установкой, но до конца я ее, можно сказать, не преодолела. Она где-то там просто составляет основу моей личности после стольких лет самозомбирования. Ведь никто меня не заставлял, я же сама это сделала, я спастись хотела. Ну, как сказать, это тоже манипуляция была, потому что внушена была идея о том, что мир, значит, вот скоро. Ну, опять-таки, наш батюшка, что же не сам это придумал? Я ездил к старцам, которые были бесспорными, безусловными авторитетами, и которые транслировали эту идею, потому что им эту идею транслировала, во-первых, церковь, священное писание и, собственно, дыховники, труды святых отцов. Тут меня кто-то употреблял, упрекал в том, что я не читала святых отцов. Мама Мия, мы их чуть не наизусть знали, эти труды святых отцов, особенно всё, что касалось конца света, признаков пришествия Антихриста, Бабурда, вот это вот всё. Практически, ну, я не знаю, я не знаю, с чем это можно сравнить. В других сектах я не была, но, наверное, с каким-то фанатичным научным знанием. С алхимией это можно сравнить. Вот с чем это можно сравнить? Да не нужно ни с чем сравнивать. Понятно, что это всё... Фанатизм, он и есть фанатизм. Фанатизм, и, конечно, тебе это внушили, понятное дело, потому что для церкви человек это объект манипуляции. Конечно. Это же идеальный раб Божий, идеальный, идеальный, просто идеальный. Особенно, если в государстве таких людей много, то какое же счастливое государство, с ними же можно делать всё, что угодно. Причём они сами будут себя стеречь, сами себя будут голодом варить, сами будут вкалывать не за грош, сами будут на себя стучать, потом сами будут себя наказывать, и себя, и своих детей. И друг на друга стучать ещё. И всё с высокими помыслами пожелания спасения себе и ближнему. Не потому что он там доносчик. Ничего подобного, он же спасает, спасает брата, спасает сестру, спасает своего ребёнка. И всё из лучших побуждений. Конечно. Это, конечно, не только в монастыре, это мы видим и в мирской жизни, то же самое происходит на предприятиях, в корпорациях, и везде. Одни и те же механизмы манипуляции, одни и те же отношения власти и подчинения. Очень хорошо, что ты вырвалась из этих отношений токсичных, по сути. Очень. Из отношений зависимостных и разрушающих психику, здоровье человека, жизнь. И никак не спасающих. Вот видите, за идеей спасения оказалась практика саморазрушения. Но благими намерениями, как известно, услана дорога куда? Мы все знаем, да? Помощи на дорогу в ад, так что любой может попасться на эту удочку религиозных манипуляторов. У нас много говорилось о последствиях для тех, кто был в секте, да? Реабилитация, жертв тоталитарных секций. Но о православии не говорили, поэтому мы восполняем этот пробел. Я считаю, что это самая жесткая тоталитарная секта. И всех, так сказать, поскольку она теперь на службе государства, имеет мощную государственную поддержку, дотацию и прочее, прочее. А уж какой-то отмывочный комбинат. Это тоже известно, как зарабатывались миллиарды на торговле алкогольным... Никотином, наркотиками. Табаком? Да. А что касается наркотиков, у вас они там были, да? Нет, 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 нет. Ну, скажем так, я же находилась... Вообще, опять-таки, первые пять лет это была такая строгость, что ты себе даже... Какой там ты еды себе не позволяешь, воды себе не позволяешь. Там ты себе ничего не позволяешь. Хочется, значит, нельзя. Какие там наркотики? Вообще ничего нету. Ты стерильный. Абсолютно. В монастырях, конечно, ничего подобного. Ну, там, где я была, ничего подобного нет. Я не знаю, что там... Религия, она уже опиом, опиом для народа. Какой еще наркотик нужен? Вы и так там, как зомби были. Конечно. Мы сами себе наркотик. Причем там же возникают такие... Это, знаешь, я сме... Ну, в общем, и тогда смеялись. Сначала это была присказка по поводу искусства, что когда ты, допустим, на какой-то выставке или на каком-то концерте там тебе выносит мозг вообще совершенно вот такие вибрации, допустим, живописи какой-то потрясающие, чего-то такое. Ты стоишь и думаешь, зачем люди водку пьют? И так ведь хорошо. И так ты. У тебя тяжелейшее безалкогольное опьянение от искусства, да? Потом то же самое было в церкви уже совсем от других явлений. Ты попробуй-ка в Великий пост пропаститься, потом в Страстную Седмицу стоять. Утро, вечер, утро, вечер, день и ночь. Ты стоишь, 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 стоишь на службе совершенно. Потом в пятницу ты вообще ничего не ешь. Потом в субботу ты еле-еле. Потом наступает Пасха, ты причастился и поел, и тебя унесло так, что это считается вас пасхальной радостью, высочайшими духовными переживаниями. Ну, я же понимаю, на какой базе это всё строится. Сначала помори человека голодом, изнури его так, что он уже это самое, потом просто накорми его всё, больше ничего не надо. И он абсолютно бесил, будет счастливый, с лёгким телом, не ощущая себя, не ощущая ногу под... А тут ещё на это наложено красивый миф о воскресении, о том, что вот ты, вот сейчас ты сначала распинался вместе с Христом, потом ты с Ним воскреснешь, и это твое, как бы, вот, твои духовные состояния, которые ты будешь переживать в раю, в Царстве Божьем, созерцая Господа. Вот. Ну, конечно, от этого человек счастлив. Зачем ему какой-то опиум? Он уже вот получил всё, что хотел. Ну, как ты считаешь, вот, ну, секты запрещают, да, вот эти тоталитарные... Ты сравнила православие с тоталитарной сектой. Надо ли православие запретить? Запрещать бесполезно, потому что, как только его начинают запрещать, оно начинает расцветать, как раз для него, для православия в частности, губительно время, когда оно разрешено, когда всё можно. Вот тут вот начинается вот это разложение. А когда оно гонимо, да ты что? Вот, между прочим, это вот были труды уже, там, 80-е годы и так далее, именно научные труды, о том, что случилось с русской интеллигенцией, которая накануне революции была практически безбожна вообще там. Ну, помним. За спиритическими сеансами занимались все, в общем, религию отрицали все. В общем, кто только на эту тему не высказался, из писателей, поэтов там и прочее, прочее. Потом начались революции и начались гонения на церковь. И интеллигенция, развернувшись, вернулась в церковь. Многие стали новомучениками-исповедниками. Потому что как только чего-то нельзя, ну. А в 70-е, 80-е годы вот эта подпольная церковь, вот эти кружки вокруг отца Александра Меня, это же было такое духовное диссидентство. Вы нам запрещаете все. Ну, вот это как вот диссиденты там, ну, правозащитной деятельностью занимались, и они почти все были верующие, потому что это было запрещено. Так может, это и есть самая лучшая форма существования религии, подзапретная такая. Ну, а вот смотри, ну, секты-то не процветают, там, запрещенные. Нельзя сказать, что там. Смотри, какая сейчас волна исповедничества у тех же самых эговистов, когда на них началось государственное, собственно говоря, выживание их, выдавливание их с пространства российского. По-моему, там вообще они уже на исповедничество вышли. Так что тут религиозного человека вообще накрутить несложно. Главное накрутить, а потом он пойдет, и шахидом станет, и гранатами обвесится, и пойдет там, я не знаю, что еще делать. Вот, так что, ну, не знаю. Я, как бы, теперь отвечаю только за себя, и вообще считаю, что отвечать можно только за себя. Конечно, я могла бы пожелать всем людям держать, как бы, быть хозяином своей жизни, держать бразды правления собственной жизни своей судьбой в своих собственных руках. Никому это не передоверяю. А почему происходит? Потому что, особенно в сложных ситуациях, когда вся страна, в сложной ситуации, когда рушится привычный мир, вот, меняются там общественные, я не знаю, как это сказать, общество меняется очень сильно, да? Так хочется ответственность за собственную жизнь переложить на кого-то еще. Это очень хочется. Ну, и вот тут ты готов, тут ты сам издался. Мы, ты сравнила, вот, православие с наркотиками. Вот доступность наркотиков, допустим, да, она что делает? Увеличивает их потребление. И наоборот, чем сложнее, тем потребление сокращается. Чем сложнее получить, да, купить, приобрести этот наркотик, употребить его. Употребление сокращается. Может быть, так же и с великий. Чем сложнее все это будет. И, опять же, ладно, запретить это полдела. Нужна альтернатива этому, правильно? А альтернатива это что? Это просвещение. Безусловно. Это психология та же, психотерапия, философия, кружки, интересные занятия, увлечения, творческие проекты. И вот ты не случайно, да, ты не просто пишешь книгу, а ты и придумала альтернативу тому образу жизни. Это творческие проекты, это книга, это изобразительное искусство. Так что ты молодец. Ну, слушай, сейчас просто я поражаюсь, как можно углубляться в эти дебри ветхозаветные, да хоть и новозаветные. Вообще, уходить в прошлое, когда сейчас такая потрясающе интересная жизнь, какой не было ни в одну эпоху жизни человека, когда доступно всё, доступно любое знание, всё открыто, доступно путешествие, все пути открыты даже для бывшего советского человека, даже на территории России. Достаточно чуть-чуть пошевелиться, хоть немножко так вот ластами пошевелить, и всё, и ты свободен. Ты можешь двигаться, путешествовать. Ну, никого там не запирают пока что, если, конечно, нет проблем с уголовным кодексом. Сейчас у очень многих людей есть такие проблемы, но тем не менее, возможностей настолько много, и мир настолько потрясающе интересен, и всё это, ой, и как же можно самому себя запереть. Вот самое потрясающее, что, да, действительно, я уже тут говорила о том, что пребывание, да хоть в общине какой-то закрытой православной, хоть в монастыре, это можно сравнить с тюрьмой, но самое потрясающее, что в этой тюрьме нет замков, у этой тюрьмы нет стражников на входе, человек добровольно себя сам запирает в этой тюрьме, сам себя там в ней сторожит, потому что он свято верит, что на свободе жизни нет, что на свободе он тут же погибнет, как говорил у нас один батюшка уже теперь покойный, тебя там в миру и обкурят, и обдурят. Вот, и вот они сидят, делаются, что через буквально два-три года пребывания в замкнутом таком коллективе, да, хоть брат, хоть сестра, хоть монах, хоть там кто, перестаёт понимать, что вообще там за забором творится, за оградой. Что там в мире, кто там в мире, как они живут, какие деньги, что они там с ними делают, они просто перестают, они просто отключаются, и это такие вот, ну, собственно говоря, ну, даже не знаю как. Теряют связь с реальностью. Забывают, какие у них дипломы, какие у них профессии, какие у них научные степени, чего у них там вообще было в той жизни, они просто от этого отключаются. И они становятся беспомощны. Ты бы видел, как монахини выходят.